Вот эти передатчики я уже заказываю, который раз он мне их разбирает просто мгновенно, не знаю, всем они очень нравятся, говорят, что очень классные передатчики, я сам даже не успеваю им попользоваться. Это E-Chain VTX-03, самый дешевый их передатчик, тем не менее один из самых неплохих, как оказалось. Он очень-очень маленький, имеет съемную антенну, имеет разную мощность, давайте, короче, посмотрим на него повнимательнее. Итак, первонаперво разберемся с весом. Для начала возьмем самый обычный, старый, вот такой здоровенный передатчик, который был практически у всех в самом начале. Такой передатчик весит 25 грамм. E-T600, он уже довольно современный, довольно мелкий. 8 грамм, 7, 7 грамм, такая штучка, которая очень популярна, потому что она имеет очень малый вес. 8 грамм. Но 8 грамм я считаю только из-за того, что я сделал эту кастовую антенну, которая очень укреплена и не ломается. Следует заметить, что здесь еще и провода висят, поэтому, ну, 3 грамма, ребята. Это самый легкий передатчик пока. Даже Unify, мне кажется, немножко тяжелее. На самом деле, видеопередатчик сам по себе выглядит неплохо. Конечно, очень много открытых элементов и расположения элементов тоже мне стали желать лучше. Тут очень много пустого места. Я считаю, это можно было бы как-то использовать и сделать сборку более компактной или добавить еще какие-то, там, может быть, фильтры или еще что-то. Вот так выглядит сам передатчик. Когда я смотрел фотографии на Banggood, они были ужасные. Когда мне приехал сам передатчик, он оказался намного лучше. Кстати, не смотрите на то, что он залакирован, это сделал я сам. Все кабели, которые здесь припаяны уже, это все прекрасный, отличный силиконовый кабель. Этот передатчик передает по 72 каналам на разных мощностях. Он передает с мощностью 0, 25, 50 и 200. Этот передатчик передает на 72 каналах. Помимо стандартных 40 каналов, здесь есть еще три сетки нижних частот. Это U-Band, U-Band и L-Band. И еще какая-то сетка H. Я не знаю, чем она отличается, в принципе, от Reiss Band. Она очень-очень похожа. Здесь был на конце вот такой вот кончик. Я его отстриг. Он был здесь. То есть этот передатчик позиционируется вообще как для микроквадриков, которые питаются от одного S. Кстати, да, по спецификации заявлено, что питается он от 3 до 5 вольт приблизительно. И выдает на видео выход на камеру, вот сюда, стабильный 5 вольт. Мы сейчас это проверим. Итак, парни, у меня здесь есть огромный трансформаторный блок питания, который я собрал сам. Но он так себе, конечно. Но тем не менее он работает. И сейчас с помощью него мы будем проверять входящее напряжение, которое можно подать. Так, прибавляем потихоньку напряжение. 2,3. 2,5. 3,0. То есть, в принципе, этот видеопередатчик начинает работать практически от 2 вольт. То есть, если у него даже будет жесткая просадка батарейки, она на 1 S-коптере, все равно этот передатчик будет работать. Итак, я поставил 3,3 вольта на входящее напряжение на видеопередачу. Мне интересно, сколько будет выходящее напряжение на видеокамеру. 5,1 вольт, ребята, 5,1 вольт. Отлично. То есть, независимо от того, сколько напряжение входит на вход, выходить будет всегда 5 вольт. А давайте попробуем поставить чуть выше. Хорошо. Сейчас у нас входящее напряжение 5,6 вольт. 5,3 вольт. То есть, все равно напряжение он немножко опустил. Это не те 5,5 вольт, которые сразу в него входят. Соответственно, я могу сказать, что передатчик держит стабильные приблизительно 5 вольт на выходе на видеокамеру, что очень приятно. И, друзья, давайте вернемся к цене, пока мы еще не перешли к мощности. Сколько эта штука стоит? Вы не поверите, 8 баксов. 8-9 баксов в зависимости от кешбека, в зависимости от купонов, в зависимости от акций на Banggood. Теперь я эту штуку хотел процесировать на мощность, потому что она действительно очень мелкая. Непонятно, насколько честно она выдает свои хотя бы 25 милливатт. Для такого случая у меня есть вот такая штука, не особо точная, но тем не менее она работает. Давайте попробуем посмотреть. Сейчас у нас включен нулевой режим передачи данных, то есть передатчик вообще не передает ничего. Здесь можно менять каналы, очень удобно во время пидстопов на гонках. На 25 милливатт он передает примерно на 30 милливатт в эфир. В принципе, неплохо, я считаю. В зависимости от канала, конечно, это будет варьироваться, но в целом свои 25 милливатт он честно выдает. Ток потребления в данный момент на 5 вольт ровно 150 милля ампер. На 50 милливатт PowerMetra у нас показывает примерно 80 милливатт действительного выхода. 50 милливатт здесь точно есть, в принципе, неплохой показатель. Ток потребления 50 милливатт, 200 милля ампер при напряжении 5 вольт ровно. На 200 милливатт он выдает аж на 230-220 милливатт, что в принципе отлично. Ток потребления при таком расставе практически 300 милля ампер. Взаявные характеристики он выдает. Температура этого видеопередатчика, кстати, совсем невысокая, я считаю. Приблизительно 40 градусов. Итак, передатчик VTX03 отъечаем. Показал себя, в принципе, с хорошей стороны. По своим характеристикам работает, как заявлено. Пока смущает меня только одно. Это то, что из коробки вы получаете такую антенну, А переходник на такую антенну плюс еще одну антенну стоит еще баксов 5, 10, 15, 20. В зависимости от того, насколько хорошую антенну вы берете. И вот с таким переходничком это становится уже интересным решением для каких-нибудь небольших сборов, для небольших коптеров, которые борются за вес. Учитывая минимальный вес этого передатчика, очень низкую стоимость. Напомню, этот передатчик стоит приблизительно плюс-минус 10 баксов. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. И не забывайте посмотреть в описании. Там иногда бывает очень важная информация. Я всегда оставляю там какие-то интересные ссылки. Иногда даже бывают какие-то особенные купоны. Тоже всегда бывает в описании. Не забывайте заглядывать туда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok